Строго! Угу! Да! Это какая-то сторожевая башенка, наверно, вот слева. Тебе подходит, реально такой босс. Ну что пора вставать? Доброе утро Эстония. Похожу такой из избы. А тут у меня уже гуси плавают. доброе утро гуси а если кто-то не смотрел предыдущую серию мы приехали в кемпинг этом показывал насколько он красивый единственно персонал как-то очень медленно вот моцки так проканули кухня душ есть мань девушки из индии угостили меня хлебом яичницы они сами взяли хлеб у них там вообще с едой без напряга походу очень острый омлет не знаю сколько они там перца захерачивали какие-то эти халапине они остро едят потому что дезинфекция больше на на вкус на шашлык вы тебя дали нельзя так если вы думаете что этот папуаз петров владимир петрович как сладкий и пушистый вы ошибаетесь столько агрессии уже сегодня с утра бомбану ли не надо сейчас притворяться что добренький добренький супчик такси короче такой вот домик у нас был человек получается 25 евро на было 926 мы немножко опоздам я там story сделал такая у меня сумка point 65 офигенная сумка реально для путешествий можно добавить дополнительные сумочки поставить еще ссылку на ребята ставлю описание них там скидки 20 процентов и петров не все время в живот хочет дать почему такой агрессивный а что я сделал конкретнее пожалуйста не за этими только шутка за этими в живот ударишь блин там он 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 Продолжение следует... Какие красивые затяжные повороты! Продолжение следует... А вообще, если дороги не знаете, то нужно дико аккуратно ездить. Сюрпризы на дороге вас ждут постоянно. Вот у Ромы отличный пример для первосезонника. Посмотрите, какая у него яркая экипировка. У него все есть. Мотоботы, наколенники, куртка, хороший яркий шлем. А главное, новый мотоцикл Kawasaki Vulcan 650. Довольно неплохой мотоцикл для новичка. Я не знаю, вам видно или не видно, но справа от нас парк ветряных мельниц. Выглядит это все довольно атмосферно. Их очень много. И мы приближаемся к маяку. Вау, какой красивый маяк! Как тут классно! Это какая-то сторожевая башенка, наверное, вот слева, да? Очень классно. Атмосферненько. Играет музыка. Атмосферненько. В сториз залил в инстаграм. Петров говорит, он будет себе такой моцик брать. А в инстаграме писали ребята, что тебе такой подходит. Да, да, вот присядь еще разочек, давай. Давай, давай, давай. Куриша еще курит, да. Еще курит, да пофиг. Пусть курит, пусть толстеет, но главное пусть научится ездить на мотоцикле и все. Тебе подходит реально такой босс, бигпапа. Еще куртку черную, блядь. С рогами еще там. Корону. Нет, дороги хорошие, мне нравится, что такой затяжной поворот. Типа такой. Правда, ты как там трамвай, как говорят. Сейчас заоценим этого лютого зверя. Кавасаки. 650. А, уже и ключ зажигания. Ну, тут вообще сел такой, как на диванчике. Все легко. Все интуитивно, понятно, как говорится. О, так руби скорости. Хуба. Блин, какой он мягенький, офигеть. У-ху. Слушайте. Классный мотоцикл. Сзади тормоза есть, в отличие от других мотоциклов. А здесь уже все. Закрытая зона. Не, ну на таком я могу и до Африки доехать. И рулится нормально вот так, хоп-хоп. Демпфера, правда, нет. Ну и демпфер не нужен, по сути. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. И вдоль мары такой, едешь, кайфуешь. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Не быстро совсем едешь. А передние тормоза? У-у-у, тут АБС даже есть. Передние так себе, что-то слабоватенько. Да не, нормально разгоняется. Это, конечно, не спортуха. И не стрит, что снизу подрывает. Рома правильный выбор сделал. Одобряю. Особенно, если нравится мотоцикл такого типа. Так вообще, класс. Да, тут Аэро выхлоп уже тюнячий. Подождай, ты тюнячий, ты доплатил или уже в стоке? Ну, сразу шел, эта комплектация Performance. Она сразу идет с этим выхлопом и со стеклом. Ну, дуги дополнительно, да? Да, дополнительно. Тут только АБС есть. Выше приезды внизу, наверное. Вот, шеф только. Девять только? Девять тысяч евро. Ну, я-то... Так это новый мотоцикл, Петров. Двадцатого года. Двадцатого года. Не хухры-мухры. Вот он, Максов мотоцикл. Да, да. Ну, давайте посмотрим, что тут без дрона. Какая тут красотища внизу. Сказали, очень круто. Правда, опасно. Действительно впечатляет. У нас такого в Латвии нету. В Греции, да? Красиво видно. Ого-го! Чем-то похоже на Лепую. Здесь так сразу. Газу даете. И тут обрыв. Прикинь, с разгона туда. Или перепутал, что-то отпустил не так. Моцик, пожалуй, я туда не буду заталкивать. Ну, вид он, конечно, бомба. Я по Грен-каньонам ползал, помню. Воздух какой. Рыбный. Так, следующая точка у нас, водопад. Тут показывает 15 километров. На что-то не верю. Вот это может... Это населенный пункт. А, вот Кейла и Йорла Паркла, наверное. Ты что, куришь? Нет. Что-то пахнет всем. Курю он. А? Горю, блин. Ты же куришь. Ты что, ты сказал, ты не куришь, а? Я думаю, что воняет так, блин, куриваю. Стоит сзади, дымит на меня. Еще я хотел отметить то, что у этого Kawasaki довольно эксклюзивная покрасочка такая. Ну и стоит он нормально. 9 тысяч евро. Ага, машина выезжает. Аккуратненько. Вообще правильнее всего всегда скидывать скорость перед любыми перекрестками. Особенно теми, которые на шоссе. Видели надпись на английском? Бас. Стало мне интересно, почему она на английском. У нас в Латвии ни одной надписи на английском. Красивая дорога. Поворотики есть прикольненькие. Опа. У меня такое ощущение, что мы едем вдоль моря. И мое ощущение правильное. Так как я вижу сквозь деревья море. Красивая дорога. Знаете, когда едешь так спокойно, ты начинаешь замечать, что происходит вокруг тебя. Природу. Какие-то интересные здания. Когда ты летишь, тогда ты ничего не замечаешь. Но там немножко другой кайф. Мы с вами приехали. Сейчас проканем мотики где-нибудь. Тут реально шикарное место. Всем советую посетить это место. Обязательно. Must have. Классные водопады. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подвесной мост. Обязательно придите, пройдите по нему. Цепи мощные такие вот. Красотища просто. Можно попрыгать мощным. А здесь вот, чтобы мосты не портили, специально установили большие сердца, приезжают и замочки вешают. Красотища! У нас в Латвии точно нет такого большого водопада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Петров ноет, действительно. Его никто не ущемляет, он ноет. Да, так что не пишите, что я его обижаю постоянно. Просто в кадр не входит то, что он меня мозг выносит постоянно. У меня есть чипсы. Петров хочет чипсов вот этих. О, вкусные. ДЕМАС ПИТА ЧИПС. Самые вкусные, сделанные в Латвии. Из арабского хлеба, не во фритюре. И сейчас мы эту пачечку бомбанем. И банан еще, да, сверху? Давай, банан еще бомбанем. Реально вкусные. Мои самые любимые зеленые чипсы. Всегда берите в путешествие такие вот для детей. Как это, влажные салфетки. Влажные салфетки, чтобы чистить визор. Ну, или попку, если в повороте где-то кирпичей навалите. 11.49. Пока там, пока сям, пока подснять. Сторицы не загружаю пока что. Вообще, эту сумку, конечно, на спине уж возить. Но я вот закрепил ее вот так. Что, готовы дальше? Любоваться с красотой. Вот, пока не забыл. Посмотрите, какие у эстонцев маленькие, красивые номера на мотоциклах. Это просто самые, наверное... Вот что-что, эстонцы в этом красавчики, конечно. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Атмосфера разбавляет видос. К нам приехал еще один парень, Александр. Спасибо, что приехал. Очень приятно. Если смотришь, что ведем. Оказывается, все разъехались. Все на каком-то мотофестивале, мототусовке. 150 километров от Таллина. Вот Санек приехал, наверное, не ездил на тусовку или ездил. Три сезона катает, и что у него за мотоцикл. Я пока не рассмотрел, что за мотоцикл. Хонда. Отличный мотоцикл. Я так понял, эту дорогу любят мотоциклисты. Здесь классный поворотик. Здесь еще такой плавный поворот. А когда на жиге ехал, коленочкой можно дойдем было. Такая маленькая, интересная заправка в стиле НЛО. Знаете, я подъехал к заправке, мне что-то так пробило на сосиску. Ну, кушать захотелось. И тут есть даже 98-й бензин, который стоит евро 30. Евро 30, боль просто, евро 25. Что такое дорогой бензин, блин? Что-то мы передумали тут заправляться. Сибир 650F вот. Не, ну что-то дорого. Евро 30. Я же все понимаю. Ну, евро 30, 98-й. За евро 15 можно еще заправиться. Ну, не за евро 30. Э, чуваки на Уралах там поехали. Обалдеть. Снова эта крутая тачка. Почти что, уже заехали в город. Но сейчас будет уже заправочка. 19 минут 45 секунд. Если понравилось, не забывайте лайк, комментарий. Ну, а в следующей серии мы отправимся в старый город. Зарубимся с BMW. И просто покатаемся по Таллину. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.